Елен, давайте сегодня вы мне расскажете, по какой проблеме вы к нам обратились, какие у него были проявления у вашего сына, что с ним происходило в тот момент, и потом уже поговорим, как после того, как наша команда поработала, что дальше было. Хорошо? Я буду задавать вопросы, а вы будете мне отвечать. Хорошо. Елен, расскажите, пожалуйста, что было с вашим сыном и по какой причине вы обратились к нам? Ну, что было, я не знаю с ним. Ну, как с ним, как на нем это подображалось, как проявлялось? В течение месяца человек полностью потерял работу, потерял машину, где-то поменял телефоны, денег нет, с работы ушел с гонором, когда такого никогда не было, и практически за месяц, как я выражаюсь, человек слетел с катушек. Домой я не могу дозвониться, что узнать, что как сделать, он просто не приходит, он просто, я не могу его даже домой, чтобы он зашел и узнал, что там как-то, я не могу его даже домой забрать. Вот. Страшные, конечно, времена, тем более он начал выпивать. У меня был вообще шок и последняя капля, потому что у меня ребенок никогда не пил. Говорили, он даже в алкогольном опьянении разбил стекло, да, я слышала об этом? Да, да. Вот это все последствия вот этого выпил, потому что для меня это был вообще шок, он никогда не пил. Он больше всегда занят чем-то всегда, а тут вдруг за месяц моментально, моментально все ушло. И он все это время, как я помню, с какой-то девушкой где-то был и проводил это все время с какой-то девушкой. И к нам обратились на диагностику, ваша дочь, чтобы мы посмотрели, что же с мальчиком происходит. Мы посмотрели и увидели, что там приворот. Вот. Да, и, ну, соответственно, поработали, очистили его, и что же дальше с ним было, расскажите, как поменялся парень? Дальше, даже вот на сегодняшний момент человек устроенный на работу, работает с девочкой, они так и живут, но отношения совсем другие. Ага. Нет паники, нет истерики, нет, то обычно я даже в магазин с ним еду, а она уже звонит, что ты меня бросил, куда ты поехал, ты вот с мамой, истерики, слезы, вот эти вот дергания. Ревность непонятная, понятно. Да, сейчас тишина, спокойствие, вот ребенок у них болел, он был в одной больнице с ребенком, она отдельно в другой лежала, квартиру поменяли, работу он работает, и сегодня, вчера в гости даже приезжали. Угу. Уже нормальное поведение, все как надо, человеческое. И когда я задаю ей вопрос, что это было, она на меня смотрит, она сама не может понять, что это было. Угу. Я тактику поменяла, говорю, перестала вот эти вопли, но я же ей не скажу, что там, я просто говорю, видишь, что как-то поменялось, никаких пьянок нету, никаких шляний по друзьям, родители, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Говорит, ну, самое большее, говорит, что мы можем выпить эту бутылку пива, это самое большое, когда там люди собираются, лето еще может, а так в доме тихо, чисто, спокойно работает. Марион звонит, и доброе утро, и спокойной ночи, и в ходе того, что я кушала, и что там творится. Угу. Это совсем большая разница между тем, как я прощалась, и между тем, что происходит сейчас. Я знаю, мне ваша дочь говорила, что он буквально на следующий день или через день после чистки нашел себе работу, или стал думать уже о том, что надо ее искать. Да, он стал вообще-то задумываться, потому что я его, я в панике, сразу забрала девочку подальше, и его сюда. Потом Татьяна объяснила, что ваша команда сказала, что почистили и девочку вместе. Да, да. Потому что ничего не знает, никто не знает, а вот это убрали. И получается тогда в результате, что все убрали у них, я же говорю, вчера они приезжали, прям счастливая семейная пара. Вот, прекрасно, замечательно, это самый важный результат. Не важно, что там было, главный результат. Да, дитё спокойно. Он, я вот даже сейчас фотографии, Олечка, тебе скину. Они вечером, видно, дома сидели и фотографировались. У него даже во взгляде серьезность появилась. Ага. Не то, что было, а вот видно, что вот он уже думает, как жить, что делать, что даже во взгляде. Мужчина, уже не мальчик, а мужчина, да? Да, отношение уже другое совсем. Ну, это самое важное. Я пыталась ее забрать, и это, думаю, вдруг она влияет. А потом посмотрела, он все равно к ней идет, все равно это. Думаю, ну раз девочки почистили, можно уже посмотреть, что будет дальше. И вот практически уже сколько? Месяц, два прошло. Уже, я же говорю, сегодня, я вчера посмотрела, они приехали. Обыкновенная семейная пара. Тихо, спокойно. Ребенок бежит к папе. Ну, она еще маленькая, но она от него не отходит. Никто не плачет, никто истерик не устраивает. Дома тихо, спокойно. Ваня, говорю, спрашиваю, ну так, а как она там хоть истерики? Он говорит, да, мам, ты знаешь, как-то не тот самый. Если она только что-то открывает, говорит, так. Она раз, говорит, замолкает. Ну, тихо стало. И ее родители, видно, посмотрели, что... Все хорошо. Бабушка говорит, да, бабушка говорит, говорит, ты же держись, Ивана. Ну, что ж одни алкаши вокруг-то, что же делаешь? Семью потеряете. Вот так что, вчера вот они приехали. Олечка, я очень довольна. Ну, что? Я думала, сразу подумала, надо уже, то похороны, то это, времени не было. Думаю, надо уже созвониться. Ну, с другой стороны, очень хорошо, потому что прошел определенный порядок времени, да. Больше ж месяца прошло, даже два. И сразу видно, понятно, то есть это короткосрочно или оно надолго действует. Сразу видно, что это не на неделю похорошело, а потом снова что началось. Это замечательный результат, сразу все видно. Спасибо вам большое, что согласились поделиться. Я думаю, что это, ну, понимаете, специфика у нас работы такая, что большинство людей стесняется об этом говорить, но это очень многим нужно. И я вас благодарю за то, что вы это сделали, потому что вы поможете не только себе и нам, да, нам в продвижении себе, как бы, скажем так, закрыть вот этот вот контракт, да. Но в то же время и куча людей, которые точно так же мыкаются, не знают, как помочь себе, своим детям, а в то же время есть ответ, и он лежит на поверхности, просто люди боятся об этом говорить. Нас передают друг другу, да, как этот, вымпел какой-то, да, славы, втихаря, чтобы никто не видел, да, только по самым близким и знакомым. А на самом деле хочется помочь многим. Спасибо вам большое, да, высылайте нам, Ивана, фотографии, мы будем рады очень посмотреть. Огромное вам спасибо, всех благ. До свидания вам, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok